Друзья, всем доброе утро, хорошего дня и отличного настроения на календаре 9 июня. И мы с вами, загрузившись в Дивногорске, едем сегодня в первый город у нас будет Хабаровск, а второй Владивосток. Мы едем на край географии. Остановился я вчера, точнее выезжал, выезжали мы вчера, да, мы теперь работаем командой, даже в машине. Елена у меня теперь монтирует фильмы прямо здесь. Единственное, что фильм это монтировать проблем стало меньше, потому что все тут с телефона сразу берется и перебрасывается в компьютер, а вот с компьютера перебросить все в YouTube уже проблема из-за интернета. И вот ищем этот момент, главное в ВК закачиваются все фильмы по порядку, а в YouTube и в Dzen вообще все тормозится, непонятно с чем это связано. Поэтому сейчас и вышли такие задержки, так что дорогие зрители не обижайтесь на нас, что мы с задержкой выкладываем свои ролики. Материала много, материала много, но как его передать, вот в этом вся проблема. Доехали мы вчера, да, заехали в магазин лента, отоварились и выезжали. Уже, конечно, было темно, поэтому Красноярск я снимать не стал, из-за того, что еще и подустал я, честно говоря. Мы эти дни шли по тысяче, наверстывали время, чтобы нам успеть было выгрузиться и загрузиться в один день. Поэтому пришлось поднажать сейчас, слава богу. Доехал вчера до Медвежьего угла, так называется, гостиный, стояночный комплекс. Сейчас утром сегодня сходили в душ за 200 рублей, намылись, привели себя в порядок. Сейчас вот, когда с водой все это дело связано, усталость прямо уходит из тела. Сходили, позавтракали здесь в кафешку, правда, видеообзор делать не стал. Но не то, что не хотелось. Просто за 210 рублей мы две каши съели и два компота, три хлеба. Ну ладно, это у нас еще впереди. Мы едем сейчас, проверяем, заезжаем, да, свои харчи бережем, потому что путь не длинный, до одного Хабаровска отсюда 4200 километров. И там еще почти от Хабаровска до Владивостока 700. Так что нам еще эти запасы пригодятся. Холодильник здесь в Мерседесе вот такой вот шикарный, даже с морозильной камерой. Что в такую жару, которая сейчас здесь опять 36, такое ощущение, что мы не на восток идем, а мы идем на юг. В жару, в такую вот эта жара идет с нами на протяжении практически всего пути. Ну ладненько. Все вроде рассказал. Все проснулись, улыбнулись, потянулись, сделали массаж для шеи обязательно, для того, чтобы улучшить кровообращение мозга и тем самым улучшить своего самочувствия. Ну и вам остается взять чашечку кофе, откинуться на спинку кресла и получать удовольствие от дороги, которую я впервые буду с вами изучать. Но до Улан-Удэ, конечно, мне довелось съездить один раз, а вот дальше, дальше нет. Так что будем всю эту дорогу с вами достаточно подробно рассматривать. Ну что, все готовы. На часах у нас 9 часов 10 минут, но не будем забивать, что время это московское на машине стоит. А по факту прибавляем еще 4 часа и получаем час 10. Ну что, пора в путь дорогу. Стоянка неплохая, но единственное, что она щебеночная. И еще вот вчера, видно, прошел дождь, немножко щебенку пыль прибила. Но все равно машины выезжают, заезжают, и все это поднимается колесами, крыльчаткой вентилятора. И заехать на эту стоянку со стороны Красноярска сразу не зарулишь. Там идет сплошная. Но проехал буквально метров 300 или 400 в сторону Иркутска. Там есть большой перекресток асфальтированный. Так что на нем очень свободно можно развернуться и вернуться, что мы вчера и сделали. Какие луноходы стоят. Лесовозы. Это даже не лесовозы, а лесорубы. Одним словом, золотая ручка. Сама рублю, сама вожу. И сейчас, выезжая со стоянки, нам нужно сделать небольшой разворот. Здесь тоже сплошная, естественно. Вернемся в сторону Красноярска. И вот я думаю, что на этом мосту мы развернемся с вами. Пока вот здесь интернет не работает. Что, конечно, плохо. Опять же, нам для передачи вообще сегодня не было возможности это сделать. Сейчас поедем дорогой. И, возможно, дорогой что-нибудь где-то в районе крупных городов нам удастся перекинуть в интернет. Да, то, что контакт неудобен. И многие там пишут, что зависает. И не все как бы понятно в контакте. Ну, а что делать? Что делать? Это мы делаем не специально. Почему-то вот непонятна причина. ВК закачивается, а в Ютуб никак. Да, получится у нас здесь повернуть или не получится. Что-то тут пахнет тоже. Где-то надо будет ехать до перекрестка. Нет, сплошная здесь. Сейчас развернемся и вернемся на эту трассу Красноярск-Иркутск. Я думаю, интернет появится у нас и мы будем знать сколько у нас еще до Байкала. До такого прекрасного места озера Байкал. И хотим мы там сделать небольшой видеообзор. Ну, конечно, в пределах разумного, чтобы это не повлияло на нашу дальнейшую дорогу, на время, проведенное в дороге. Так как 16 числа нам нужно уже быть во Владивостоке. Да, друзья, как я и подозревал, что бывает свернешь на дорогу и кажется сейчас до первого перекрестка. А первый перекресток у нас получился через 5 километров. Только и то он вот такой полупокерный. Разворачиваться здесь, конечно, проблемно, но надо. Сейчас развернемся и поедем обратно. Сейчас. Ну что, друзья, развернулись мы. Правда, получилось туда-сюда по 5 километров, 10 километров намотали. Здесь вот, правда, со спуска можно было закрыть глаза. И с закрытыми глазами он кто-то уже так и делал. Следы начертил. Заворачивал здесь. Но это ведь опять до времени. До поры, до времени, когда нарвешься на какого-нибудь сотрудника ДПС и насчитаю тебе за этот разворот немаленькую сумму. Ну что, вот он. Медвежий угол. Небольшую фотосессию мы сегодня этой стоянки сделали. Ресторан, мотель, столовая. Кстати, мы поснимали все цены, которые здесь и в мотеле, и в бане почем, и душ. И все вам сейчас покажем. Вот, а попасть на эту стоянку очень легко со стороны Красноярска, вот на этом перекрестке. Можно свободно развернуться. Здесь полоса прерывистая. Можно повернуть обратно, как мы вчера и сделали. Да, нет, проблема пока с интернетом. Не могу я сказать, сколько отсюда нам до Хабаровска. Но вчера я, когда заезжал, еще он прорисовывал карту. 4200 километров было. Старенький мост заброшенный через реку Ясаоловка. А вот сколько отсюда до Байкала, я сейчас точно сказать не могу, потому что на Байкале я был всего лишь один раз. И то это было в 45 лет. 7 лет назад и было это зимой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, ну и проехав буквально немного, мы смотрим, что до Иркутска у нас ровно тысяча один километр. Но впереди Канск, где придется немного проехать по объездной дороге этот город. Не знаю сейчас в каком она состоянии, но раньше, честно говоря, эта объездная дорога оставляла желать лучшего. И пошли у нас затяжные подъемчики. Интересно, вот эти солнечные батареи на столбах стоят. Это вот для подсветки как раз на крутых поворотах этих знаков. Этих стрелок, которые здорово помогают ночью. Савочек немножко уступил на дорогу. Хватает нам места, чтобы его обойти. Поблагодарить, не забыть. Да, если до Красноярска мы ехали через Томск, дорожка в основном была ровная, не было таких крутых затяжных подъемов, то сейчас то сейчас их будет очень много. И особенно в районе Култука. Правда, там проложили, говорит, участок новой дороги. Я еще не был. Представьте, 7 лет назад я там был. что сейчас и как изменилось. Мы будем вместе с вами наблюдать и изучать. Друзья, у нас какая-то авария. Впереди пролетела пожарная. Сейчас включил рацию. Сказали, что водилу вроде придавило. Возможно, наруха. Красноярска ездят. Они надо тут разъезжаться. Сейчас на ГИПА съедет, патрулька. Будут рулить, наверное. Давайте как-то пропускать друг друга. Что сюда, что туда. Хотя бы через одну машину. Но это тоже не дело. Одни едут, другие стоят. Но как-то надо уважать. Как-то супординация там, уважение. А вот уже и патрулька летит. Да, 70... Ребят, не гоните на угад. Не пускай на край. Тормозите. Гавария. 73 километра мы отъехали от стоянки Медвежий угол. И вот такая беда у нас. Не торопитесь, парни. Там авария. Коллеги, сюда, сюда, до Кемерово. Покойник впереди. Долго будут ковыряться. На конце там две-три машины, потом опять. А вон там пошел сотрудник. Все это на 941-м километре до Каннска остается 110. Да, когда дело связано с погибшими, тут, конечно, приезжает следственная группа и вообще дорогу перекрывают. Не знаю, как сейчас будет это все дело. Дальше. Я хотел зад, чтобы зад, чтобы не движение лучше было. А сейчас, конечно, не греш. Сейчас он там перекроет, чтобы мы прошли. Вот ты можешь маленько сдать, метра полтора-два. Давай попробуем, скажешь мне. Давай, давай. Ну, вроде потихоньку теперь наше движение пустили. Фура стоит поперек дороги прям. Давай, еще, еще. Хорош. Ай-яй. Одна единственная обочина, только встречная. Вот по встречной обочине проезжаем. Так, и поселок здесь Новопятницкая. Прямо в поселке произошла авария. Эх, а я там одна в кувет ушла. Заехала кому-то даже в огород. Страшно, вообще, это страшно. Эх, а я здесь между столбом. Расстояние-то тут, похоже, лобовая была. Эх, а ничего себе, фура-то проходит. Чуть углом не зацепила. Столб. Второй панкетский авария. Можно притормаживать. Не дам. Требух. Стал. Баркетский авария. Пермешиваю. Баркетский авария. Скорбе. Чуть больших. Панкетский авария. и коллега с прицепом ушел и сразу пробка что там коллеги пробка вот такая вот такая беда случилась здесь прямо в населенном пункте 942 километра ясный день никакого ни дождя, ничего что тут случилось непонятно и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята не заправятся... Я уже собрался ехать дальше за Камск... Наверное, так будет правильно сделать... Потому что не знаю, сколько здесь еще очередь прождать... Заправка стоит 62,40... ДТ стоит у нас... Здесь... А 95... 51... 65... Поедем мы, пожалуй, дальше... Пускай у нас заправка будет с левой стороны после Каннска... Но она хотя бы... Может быть, поменьше очередь будет... Не будем терять время... И скажем Каннску... Здравствуй, город Канск! Здравствуйте, все... Мои дорогие подписчики... А также все жители и зрители... Их ты... Ничего себе, какая тут стоит... Радиоакционная станция... Город Каннск основан в 1636 году... Раскинулся он на площади 100 квадратных километров... И проживает в нем 80 тысяч человек... Это так, небольшая предыстория... По данным... По данным на 2021... Проходим мы... 1046-й километр... Естественно, прямо в Каннск... Нас не пускают знаки... Мы уходим на объездную... Хотя, честно говоря, здесь... Я не вижу пока... Знаков грузовикам запрещено... Здесь... Хорошая объездная... Миноя... Город... А вот... В самом Каннске... Когда мы будем уходить... Еще на один кусок объездной... Вот там... Вот там... Дорожка проблемная... И ее, по-моему... Сколько время... Сколько время назад... Сколько лет назад я... Проходил... И была на очень нехорошем состоянии... Особенно зимой... Там такой... Затяжной... Вроде бы не крутой... Подъем... Но он... Затяжной... Это со стороны... Иркутска... Если идти... На Красноярск... А отсюда... Когда идешь... Там... Въезд в горку... Разворот... Чуть ли не на 180 градусов... Тоже был всегда проблемный этот... Заворот... Там даже ребята... Проезжали дальше... И я потом также стал пользоваться этим... Потому что... На подъеме... Такой поворот... На 180 градусов... Зайти очень сложно... Там постоянно все зависали... А если дальше проехать... И развернуться на ближайшем перегрезке... То ты... Отсюда как бы... С горки в этот поворот... И у тебя уже не 180... А каких-то 45 градусов... Получается... Заезд... Я неrece... Понял... Такой... Нак pouring... Ты как бы... Ты дорож prote... Я хотелbra δевчонку... Тихо... 書ки... Убеда... Гейлажик за неверные вещи... Никит向ширныхicut... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дачный поселок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поднимаемся мы на возвышенности Я думаю что мы сейчас город Канск будем видеть С высоты птичьего полета Нет, не сильно полетали Не очень высоко так скажем И уже входим в черту города Через один километр Через один километр А пока вижу только панельные и кирпичные пятиэтажечки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Педагогический колледж Педагогический колледж проехали мы с левой стороны Субтитры сделал DimaTorzok Крытый каток Восток арена Вот он у нас Опять же по левую руку Ну вот его я честно говоря не помню Давненько я сюда не ездил Ух ты На повороте-то там как разбита дорога Коллега еле-еле переваливается Сейчас нам придется По этому тонкодрому проезжать Есть у нас здесь указатель на Иркутск И светофор тут горит очень мало Движение прямо к грузовикам закрыто 24 секунды Из них нужно еще время Чтобы уступить дорогу Вот это да Вот это ямины Причем они еще Они еще и здесь такие же Кошмар Зато объехали Ледовую арену Со всех сторон Посмотрели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok